Долгожданный отопительный сезон для жильцов дома номер 45 по проспекту строителей так и не начался. Так, вот у меня в руках градусник, на котором 16 градусов. И то благодаря тому, что мы обогреваемся газом. И так практически в каждой квартире. Газовая плита – единственное спасение. Люди понимают, что рискуют, но иначе не получается. А у нас тепла еще нет. А вот рядом дома уже включили, уже все отапливаются, уже вон даже к ним ходим греться. Разобраться, кто виноват в этой ситуации, не так просто. Летом этого года в доме провели масштабные работы. Заменили стояки горячего и холодного водоснабжения, сделали капремонт системы отопления. А присловка 30 сентября показала – работы выполнили некачественно. По стоякам потекла вода. Дом управления сваливает на подрядчиков. Говорят, они должны нам тепло давать. Мы вам ничего не обязаны. Я вот звонила в дом управления два дня. Я с телефонов не сходила. И в мэрию, и в администрацию, и начальником в капремонт. Мэрия послала в дом управления. А дом управления в капремонт. Получилось, что мы как бы, ну как сказать-то, кто мы в данном случае? Нас пинают, как мячик. Туда-сюда. Замкнутый порочный круг разорвать не получается. А между тем на улице все холоднее. Как пояснил нам представитель рекоператора по капитальному ремонту, финальную точку в этой истории должна поставить управляющая компания. Подрядная организация, проводящая капитальный ремонт инженерных сетей, выполнила опрессовку системы отопления, предварительно пригласив управляющую организацию. Управляющая организация не явилась к опрессовке. Подрядчик опрессовку провел, устранил небольшие замечания, падение давления. А теперь задача управляющей компании сдать полностью опрессовку дома, тепло в бытовой компании. 6 октября в доме снова провели опрессовку, и вода потекла опять. А тепло в доме так и не появилось, как и представители управляющей компании. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.